Здравствуйте уважаемые друзья. Второй день подряд боксерский турнир в Париже вызывает возмущение болельщиков. Участницы, которых совсем недавно обвиняли в повышенном уровне гормона тестостерона, продолжают двигаться к олимпийским медалям. Вслед за Иман Хилиф из Алжира свою путевку в четвертьфинал выбила из соперника Линь Юй Тин из Тайваня. Последние сутки в СМИ Узбекистана была популярна новость, что их боксерша Ситора Турдебекова, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, сойдется на олимпийском ринге, с тайваньским трансгендером Линь Юй Тин. Однако это неверная формулировка. Правильнее боксершу будет называть интерсекс с человеком. Линь не меняла пола, по крайней мере это не доказано, а родилась с отклонениями от гендерной нормы. Серия тестов показала, что у нее повышенный уровень тестостерона. История в целом такая же, как и у Алжирки Хилиф. В начале карьеры ее строение тела не сильно волновало людей. В 2013 она выиграла чемпионат мира среди юниоров и пошла штамповать победы во взрослом спорте. Много раз побеждала на чемпионатах страны, брала медали, в том числе золотые, на чемпионате Азии, а в 2018 добралась до первой строчки чемпионата мира. Линь нужно было впервые выходить на парижский ринг на следующий день после скандального боя Алжирки и Ман. Естественно, внимания за сутки стало к боксерша больше. Тайваньский телеканал даже смог задать ей несколько вопросов по горячей теме до первого боя на Олимпиаде, но Юй Тин излучала уверенность, сосредоточена только на том, чтобы лучше выступать на ринге. Думаю, мои оппоненты боятся моей силы, поэтому недоброжелатели просто ищут недостаток и раздувают из него большую проблему. Поединок 1-8 финала Линь против Ситора Турдибековой получился не таким стремительным, как скандальный накануне. Напомним, что итальянка Анждела Карине отказалась с боя с Хилиф после того, как пропустила пару ударов на первой минуте. Турдибекова же выдержала все три раунда. Конечно, у представительницы Узбекистана не было больших шансов. Линь Юй Тин является фавориткой турнира и имеет первый номер посева, тогда как у Ситоры его не было. Но страха в битве против человека, с повышенным уровнем тестостерона Турдибекова не испытывала. В первом раунде она так рьяно летела в борьбу, что в одном из эпизодов сорвала шлем с соперницы. Узбекская боксерша много пропускала, но все же одного судью из Венгрии Ситора смогла убедить. Правда только на один раунд. Во втором Линь уже полностью доминировала, хоть и позволяла сопернице изредка наносить хорошие удары. Исход был очевиден. Ринг Турдибекова покинула в слезах, но без скандала. Юй Тин показывала скромные эмоции, но немного попозировала на камеру. Мог вмешиваться в проведение турнира не собирается и снимать боксерш точно не планирует. Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол, возраст спортсменов определяется на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах. Санкционированных Умаром Кремлевым, говорится в пресс-релизе Международного Олимпийского комитета. Сейчас в организации больше переживают за безопасность боксерш из Тайваня и Алжира, которые в эти дни стали получать много хейта и угроз. Тем временем итальянка Анжела Карини, которая после поединка заявляла о несправедливости, неожиданно поменяла мнение о своей сопернице. Ей даже пришлось оправдываться за свой срыв. Я не специально не стала пожимать руку Хилиф. Прошу прощения у нее и у всех. Я была разозлена, ведь моя Олимпийская мечта испарилась. Ничего не имею против Хилиф, более того, если однажды с ней встречусь снова я ее обниму. В четвертьфинале Алжирка встретится с венгеркой Анной Хамори, которая полна решимости выбить Хилиф из турнира. Я не боюсь. Мне плевать на шумиху в медиа и социальных сетях. Если она или он действительно мужчина, то моя победа станет еще более важной. Поединок алжирской и венгерской боксерш пройдет в субботу, 3 августа. Тайванская спортсменка Юй Тин свой четвертьфинал проведет в воскресенье против болгарки Светланы Станевой. Если участницы с повышенным тестостероном смогут победить в этих поединках, то они гарантируют себе медали Олимпиады, так как в боксе проигравшие в полуфинале сразу же получают бронзовые награды. Уважаемые друзья, что вы думаете по этому поводу, поделитесь вашими мнениями в комментариях.